Свадебный переполох. В Канавинском районе у невесты и жениха украли свадебные деньги. Празднование проходило в одном из местных кафе. Невеста и жених уходили последними, провожали гостей. Сами отправились домой на такси, а когда приехали, оказалось, что денег, которые им эти гости надарили, у них нет. Все куда-то пропало. Здесь у нас проходила свадьба. Где-то в пол первого мы вышли из этого кафе, с того входа. Мы проводили гостей. Здесь у нас сели родители в такси. Мы стояли вот на этой площадке. Все подарочные деньги, открытки, конверты, все было в пакете. В этом же пакете находился подарочный веник. Как вот на свадьбах дарят, да, там вот прикрепляют денежки, монетки. То есть там на этом венике было, по-моему, 3000 тоже привязано. Ну, после того, как мы подъехали к дому, обнаружили, что пакета этого нету с деньгами и с веником. Мы позвонили в кафе, сказали, чтобы вышли, они посмотрели, ну, где мы стояли, пакет там черный. Мы сейчас вроде сюда приедем. Но мы очень надеялись, потому что мы вернулись сюда, наверное, вот через час. После того, как мы сюда приехали, вышли сотрудники кафе, сказали это. Веник вот в мусорном баке нашли, пустой, без денег уже. Мы им сказали, давайте камеру посмотрим, то есть как камера-то вот. Вон раз камера, вот два. Они прямо выходят на эту площадку, где мы стояли. Они сказали, проходите, показали нам монитор от компьютера. Вроде смотрите его. Естественно, мы ничего не понимаем в этом мониторе. Потыкали что-то, не нашли. И вот вызвали сотрудников полиции. Часа два, наверное, два с половиной мы их стояли, ждали. Вы скажите, кто нам поможет, который нам поможет, перемотает камеры, посмотрит. Кто нам поможет? Я не знаю, кто вам поможет. Так а кого нас вызвать? Мы посвалили 112, вы приехали. Если 112, то он не может помочь. Вы предлагаете, что полковник юстиции будет перемотывать вам видеокамеры? Так нет, вы нам подскажите, кто это может делать? Я не знаю, кто вам поможет. Они опросили жену, никаких вообще ничего нам не дали, хотя они выдать должны какую-то справку там были. Сказали, все, ждите, вас вызовем. Нас никто не вызывал, наверное, дня через 2-3 мы поехали туда. Приехали, оказывается, у нас следователь, это вот эта Глушенко, которая приезжала и сказала, мы вам ничем помочь не можем. Спросила, вы там камеры-то изъяли, вообще посмотрели. Она говорит, нет, у нас нет специалиста. То есть мы не можем это сделать. То есть тут камеры, сами видите, друг на дружке, то есть можно это все посмотреть. Но сотрудники полиции сказали, что они не умеют, не могут и не знают, как это делать. Ну вот 2 месяца прошло, нас никто ничего не вызывает. Мы, я говорю, поехали сами заедем туда, узнаем хоть на каком стадии. Я вас не люблю. Так вы нас от 10 ноября не вызываете. Вам нужна возможность вас вызвать. Смотрите, ладно, вы дело приостановили. Вы должны вообще нас уведомить, что вы дело приостановили. Конечно. Вы нас уведомили, 2 месяца прошло, где? Вот только сейчас, когда мы сами к вам заехали. Если бы они забрали эти же камеры даже на следующий день, то есть можно было увидеть, кто и что там взял пакет, проходил. А они приехали, да, кофе попили. Но я думаю, что тут в час ночи никто не будет гулять и ходить. То есть запросто могли сделать тот, кто работает здесь. Тут вообще, говорю, это глупость. Естественно, нет. Мы работаем уже не первый год, вообще не первый год. У нас, ну, своя, так сказать, и клиентура, и люди, которые к нам приходят не первый год, и люди оставляют вещи, оставляют и телефоны, и деньги, и кошельки, и документы. Если мы обнаруживаем это, а тем более на территории кафе, это уже была не территория до кафе. Скажите, пожалуйста, вы могли оперативно по камерам посмотреть? Ну, там видимость, ну, процентов 20 и 100. Там не поймешь даже. Я, пожалуйста, я отводила их в тот день. Они тоже так же и не нашли ничего, как и я. А полиция изъяла в тот же день камеры? Видео в камеры? Полиция, она приходила, она там разбиралась в камерах этих, она потом приходила еще на следующий день. То есть они там вставляли какую-то флешку, что-то списывали. У нас уже прошло три месяца, дело приостановили. Сейчас еще три месяца пройдет, как бы, и то, что дел вообще могут закрыть. Я останусь, попасть в первом части, первая, 208, у кого-то сам находится. То есть вы не восстановили личность приступовка? Вы меня сейчас снимаете? Да. А в связи с чем? Я имею право снимать. Ну что вы? Пресс-служба, ну, дайте. Кстати, в пресс-службу мы, конечно же, обратились, но там комментарии сегодня предоставить не смогли. Спасибо.